Котик Рамзес. Наш сфинксик оказался тем еще любителем покушать. У Рамзеса из сельского мини-приюта Людмила Чернецкая наконец-то прошла аллергия. Вабочки зажили и он стал гладеньким и чистым. Но как всегда есть неприятные и нюансы, конечно же. После разных проб на питание мы остановились на корме Феликс. Что если честно удивительно, так как это корм не какого-то там премиум класса. И в принципе его уж точно не рекомендуют ветеринары, как какой-то гипоаллерген или всякое такое. Но как говорили люди, пробуйте потихоньку что-то давать. И рано или поздно вы найдете то самое подходящее питание для животного. Потому что не в сентам дорогой корм является как бы залогом. Но опять-таки это Феликс. Ну как его знать, но по факту мы видим то, что мы видим. Мальчик с удовольствием его кушает. И нет никакой аллергической реакции. Ну и конечно же было некоторое лечение. И я думаю, именно все в совокупности дало такой вот потрясающий результат. Рамзик оказался на удивление мальчикам, которые любят покушать. Это конечно хорошо. Но съедать в день он минимум 5 этих пакетиков, патчей. А это для нашего бюджета просто нереально много. Если бы он был у нас один, был бы другой вопрос. Но у нас огромное количество животных. И позволить себе кормить только его Феликсом в таком количестве у нас просто нет возможности. Друзья, нам очень нужна помощь. Крось Мирамзика у нас много больных, которые сидят тоже на мягком корме. Бедолаги и с большими говорами кушают. Поэтому хозяйка старается хотя бы по чуть-чуть делить порции. Но поскольку аллергия прошла, нам теперь придется пробовать какие-то другие дешевые варианты питания для Рамзеса. Пожалуйста, помогите. Ситуация щепетильная. Не хочется, чтобы он опять покрылся ранками. Но выхода у нас другого нет. Кормить животных нечем, особенно больных. Мы еле выживаем. И что будет дальше, даже страшно представить. Питание животных стало основой и самой большой для нас проблемой. Пришлось сократить закупку продуктов. Покупаем самое необходимое. И практически все животные сели на диету. Хотя на зиму должно быть все абсолютно наоборот. Помогите нам, пожалуйста.